22-годовый комбайнер Тимофей Кротов и его 23-годовый помощник Сергей Кечка в тандеме працуют в першиню, а лись собруют с детинства. Хлопцы разом ходили в школу, потом учились в Будокошелевском аграрно-техническом колледже. Зараз отримливают высшую адукацию на заводченном отделении Белорусского державного аграрно-технического университета. Для Сергея сегодня уборочная первая у працовной биографии, а для Тимофея – восьмая. Еще под летком он допомогал батьку, а селета сам стал уголовным комбайнером и у помощники взял надзейного сябра. На пяре до Днежнева хлопцы поставили перед собой мету, обовязкованно молотить не меньше за тысячу тонн сбожжа. Их выник на сенье – 1200 тонн, собранных на очинном КЗС-1218. Есть такой, когда оно как-то едете, набирается, такой азарт есть. Видишь, как оно урожай набирается, просыпаешь. Интерес такой есть. Попробуй, погода нормальная. Главное, чтобы работало, что не ломалось. Молодые люди примали веншаванье от керовника предприемства и Белорусского республиканского союза молодцы в поле. Передовикам уручили каштовные подарунки и пожадали новых перемог. После урочистости хлопцы снова отправляются на палетки. Жнева у КСУП «Фрунзы Агра» рухается до финала, убрая на 96% площадь. Что дня на полях сельгаз-предприемства працуют 10 экипажов-комбайнеров. За их лику три молодежные. У соседних господарцев КСУП «Новый шлях Агра» свой молодый рекордсмен Яуген Зянько. Он первый сиротых, кто спалил на зернеток, доставил 2000 тонн новых урожаю. У лидерах на уборочной 30-ти годовый Яуген не в первый раз. В 15-м году я был в лидерах, был в области второй, в районе был первый. И вот в 17-м году я был и шел первый в районе, но так как сломалась машина, я не дошел до первого. А в 18-м году я в области лидер. У этой господарцы молодый человек працует уже 6 годов, 5 за их за рулем МАЗа. Признается, что быть водителем мару с детинства, хотел поезти по шляху батьки. Перед жнива Яуген Зянько працует с 8-ми годин ранницы и до 9-ти вечера. Что дняю надвозит каля 130 тонн собранного урожаю. Гэта от 11 до 16 рейсов от поля до зернетоку. После ушановывания и музычных подарунков водитель снова спешается на хлебную ниву. Мы всегда стоим на защите интересов молодежи, поэтому мы всегда стараемся держать ухо востро, что называется, и следить за нашей молодежью, как они работают и на селе, и в городе тоже. И стараемся как-то поощрять. Труд всегда должен быть в почете, тем более сельского хозяйства. В осенью, по выниках жнива, Союз молодей разом с Фондом Миру узнагородзят молодых комбайнеров и водителям-рекордсменов грошовыми премиями. Ганна Коральчук, Василь Асипцов, телерадоакампанія Гомель, Зречицкого району.